Набираем тысячу лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова, ребят! С вами Локи, мы продолжаем карьеру за Зенит. У нас закончилось трансферное окно, вы писали в прошлой серии комментарии с тем, кого стоит приобрести, и я произвел два трансфера. Ну а точнее даже три. Один был трансфер на выход и два трансфера на вход. И как вы видите, я приобрел Генриха Махитаряна, также я продал Олега Шатова и приобрел Александра Головина. Так что теперь у нас два новичка в центре поля. Состав пока что выглядит вот таким вот образом. Понятное дело, что в Лиге Чемпионов мы сможем выпустить хоть всех иностранцев на футбольное поле. И там у нас сможет сыграть, например, и Дриуси вместо Сутермина, а также Азмун, например, вместо Кокорина Артем Дзюба, если что, будет помочь. Ну а пока вот сейчас у нас есть время до матча с Барселоной протестировать наших новичков, постараться как-то сыграться. Как мы видим, Бускец перешел из Барселоны в Атлетико Мадрид. Вот такой вот неожиданный трансфер. Ну и сегодня нас, ребята, с вами ждет три матча. Это матч против Уфы на выезде в чемпионате, потом домашняя встреча с Краснодаром и выездной матч в Кубке России против Ростова. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, обязательно влепите лайк этому ролику. Давайте как можно скорее наберем тысячу лайков под этим роликом. И я выпущу новый ролик. И, собственно говоря, ребят, поехали. Поехали на первую игру. Ну, посмотрим, как у нас получится сыграть. Вот такие вот составы выходят на этот матч. Ну и погнали. Мы приехали в гости к Уфе. И сейчас будем тестировать наш состав. Ну а точнее проверять, насколько хороши в деле наши новички. Выходят команды на футбольное поле. Я думаю, Уфа сегодня при своих трибунах должна нам дать бой. Показывает Александра Головина. 17 номер. Я думаю, сейчас и Генрих Махитаряна должны тоже показать. Пытался приобрести Мирончука, Алексея, но, ребята, там такая сумма, что Головин и Махитаряна обошлись вместе примерно в ту же сумму. Где-то отдал я за каждого из них по 30, по-моему, если я не ошибаюсь, по 35 миллионов. Так что, в принципе, на все нам денег хватило. Снова Головин. Заброс на Кокорина. И успевают футболисты Уфы мяч отбить. Снова Головин. Малком. Подача в штрафную. И здесь уже Кокорин. Александр Головин. Бариус. И снова Головин. Удар Головина его блокирует. И Уфа может сейчас пойти в контратаку. Нужно быть повнимательней. Генрих Махитарян. Дальний выстрел по воротам. Это было неплохо. Середина первого тайма по владению. Пока что у нас отличный процент. Но нужно, ребятки, постараться что-то выжить из всего этого. У мяча Ракицкий. Удар по воротам. Ух ты! Спасает Голкипер. И там еще и в штангу мяч попал. Ждет забегание Смольникова. Есть! Пошла подача. Кокорин. 1-0. 40-ая минута. Александр Кокорин с подачи Игоря Смольникова. Смольникова открывает счет в этом матче. Ну, аккуратно разыграли на правом фланге. Малком подождал Смольникова. И тот сделал хорошую передачу. Ну, а Кокорин уже опередил центральных защитников. 0-1 в концовке первого тайма. И это очень и очень хорошо. Первый тайм, в принципе, прошел под контролем нашей команды. Мы создавали моменты. Головин и Махитарян очень активны в центре поля. Особенно Головин помогал и в отборах, и в распасовках. Бариус. Сутармин. И немножко он не успел. Генрих Махитарян. Еще один момент. Рикошеты. Мяч в руках. Галкипер Уфы. Малком. Передача. Головин. Кокорин. Передача в центр. И здесь у Сутармина мяч сняли с ноги. Атакующего полузащитника здесь здорово играет. Лунев забирает мяч в руки. Махитарян играет на Сутармина. Сутармин. И подачу на дальнюю. И угловой. У нас будет замена. Выйдет Дзюба вместо Сутармина. Малком у мяча пошла подача. И еще один угловой. Александр Головин. Дальний выстрел по воротам спасает галкипер Уфы. Уфа стоит всем составом у своих ворот. Две минуты добавил арбитр. Они уже истекли. И звучит финальный свисток, ребята. Результаты других матчей. Здесь Краснодар уступает Сочи. Локомотив играет ничью. Рубин проигрывает Спартакуйца. ССК выигрывает у Тамбова. И вот так вот выглядит турнирная таблица. У нас уже получилось оторваться на 10 очков от Краснодара. На 12 очков от Сочи. И в принципе пока все здорово. Мы принимаем у себя дома Краснодар, ребята. Сейчас они идут на третьем месте. Пытаются попасть в зону Лиги Чемпионов. И сегодня у нас Артем Дзюба в старте. Он сегодня с капитанской повязкой. В принципе состав не очень изменился. Единственное у нас Малком немножко подустал. Вместо него с первых минут вышел направо Генрих Махитарян. В центре нападения Азмун. Слева Дриуси. Головин Кузяев и Дзюба в центре. Ну и ребята поехали. Мне очень нравится как Дзюба действует в центре полузащиты. Ему не нужно куда-то убегать. Он именно на распасовочке очень здорово действует. Поэтому ребята Дзюба в нашей карьере находит себя на новой позиции. Действительно уже он получил даже роль плеймейкера. Да и плюс, чтобы не держать его на скамейке. Это тоже очень и очень полезно. Потому что мне схема, честно скажу, в Песке в два нападающих нравится не очень сильно. И здесь уже Генрих Махитарян попробует догнать. Нет, немножко скорости не хватило. Головин. Рядом с ним Дзюба. Дзюба получает передачу. И вот сейчас заброс на Азмуна. И успевает защита Краснодара. Здесь Ракицкий ударил, к сожалению, для него. По ногам Арии. Это может быть желтой карточкой. Но нет, пока что устно арбитр предупреждает. Но, тем не менее, это штрафной в пользу Краснодара. У нас вот с таким центром поля, как сейчас, очень неплохо держится мяч. И мы имеем очень хорошие проценты по владению. Дрюси проскочил. Здорово. И подача. Азмун. Нет, не получается. Махитарян. Ждал он забегания Головина, но тот не пошел сразу. И в итоге Краснодар играет на отбой. Дугласантос. И вот сейчас с левой можно подавать. Пошла подача Азмун. Хлестко резанул. Раз за разом мы ищем лазейки по точности передач, как и по владению. У нас пока что преимущество. Но вот забить пока не выходит. Вязкая игра в первом тайме. Моментов не очень много. Но команды бьются. Команды стараются. И, в принципе, за счет класса обеих команд, наверное, пока что и нули на табло. Потому как ни одни, ни другие не собираются сегодня проигрывать. Ну и Краснодар, посмотрите-ка, активно вышел из раздевалки. Кузяев неплохо. И вот сейчас передача на Азмуна шикарная. От Себастьяна Дриуси. Азмун удар по воротам. Ну куда же ты ударил? Дриуси здорово играет на Кузяева. Есть свободная зона. Кузяев. Ну и нужно, чтобы кто-то помог. Кузяев делает прострелы. И до Азмуна мяч не доходит. Но справился и нет нарушения. Себастьян Дриуси. Генрих Махитарян не попадает. Казалось, что очень здорово все вышло. Дриуси растолкал соперника. Проточил мяч дальше. Отдал на Махитаряна. И здесь помешал защитник Краснодара. Краснодар тоже имел моменты. И вот сейчас посмотрите, как проходит атака. Ну же. Ракицкий. Молодец. Ракицкий здорово сыграл. А вот Кузяев не здорово сыграл на Ерохина. Удар по воротам. Лунев забирает мяч намертво. Конец. Краснодар устраивает эту ничья. Они уже даже не шли вперед. 0-0. Вот так вот сыграли лидеры турнирной таблицы. Ну и давайте отправляться уже на Кубок России. Результаты других матчей. Сочи выигрывает у Тульского Арсенала. Побеждает Локомотив. ЦСКА уступает Рубину. Ну и вот такие вот дела у нас в турнирной таблице. Сочи и Краснодар поравнялись. По 37 очков. Недалеко Локомотив и Спартак. ЦСКА на седьмом месте. Ну и в принципе ребята мы по-прежнему на 10 очков впереди. У нас матч ребята Кубка России. Мы приехали в гости к Ростову. Кстати говоря пришли пару отчетов от скаутов. И там скауты нашли Жао Феликса. А также Леандро Паредеса из ПСЖ. Вот так вот. Каждую карьеру нам так или иначе предлагают в Зенит Паредеса. И кто-то кстати говоря в комментариях даже предлагал его купить. Но сейчас у нас центр поля насыщен. Также пришло предложение от Эвертона по поводу Роберта Мака. Я его немножко подкорректировал. Посмотрим согласятся ли они. На эти изменения предлагали они 13 миллионов. Я поднял до 19. Потому что рыночная стоимость Роберта Мака в карьере 21 миллион. И поэтому пускай ребята платят. Все-таки английские клубы готовы заплатить. И вот здесь Дреуси на Головина. Удар по воротам. И как же Головин не попал. Но вот пока немножко не хватает сыгранности Головину и Махитаряну. Они уже оба имели отличные моменты в матчах. И немножко не хватило им точности. Но я думаю еще сыграются. И как раз таки сейчас нужно наиграть их до матча с Барселоной. Который будет уже совсем скоро. В следующей серии ребята. Так что быстрее набираем лайки. И вы увидите эту битву своими глазами. Не знаю к чему готовиться. Все-таки этот матч будет очень важный. Удар по воротам. И Киржаков на месте. Киржаков. Здорово играет кулаками. Ракицкий. Классно. И тут же забросик за спину на Себастьяна Дреуси. Дреуси с мячом. Кокорин. Малком успеет пробить. Нет. Момент хороший. Но здорово действовал голкипер. Дреуси. Хороший пас на Малкома. Кокорин. Головин. Ну же. И снова Головин не попадает. Как разыграли. Казалось, что вот здесь уже Кокорин может сходу приложиться. А он посмотрите аккуратно оставил мяч Головину. И тот просто не попал в дальний угол. Очень бодрый первый тайм. Я думаю, нам нужно сейчас немножко поднажать. Ростов тоже пошли в атаку. Генрих Махитарян. Хороший перехват. Махитарян. Передача Кокорин. Удар по воротам. Спасает ротарь. У мяча Малком. Пошла подача. Кокорин. Ростов за 10 минут до конца. Не будем сейчас раньше времени радоваться. Удар по воротам. Заблокировали. Вышел Роберт Мак. Пошла подача. И в никуда. Ну и на последние 5 минут вышел Артем Дзюба. Не в лучшем настрое. Но тем не менее, я думаю, на это время его точно хватит. Если, конечно, Ростов сейчас не забьет. Потеря опасна. Удар по воротам. И штанга. Вот это момент. За 30 секунд до конца Ростов сейчас мог сравнять счет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смольников, что ж ты делаешь? Роберт Мак. Забрасывает на Дзюбу. Выходит голкипер Ростова. 5 минут добавил Арбитр. И все, друзья. Тяжелейшая победа на выезде против Ростова с минимальным счетом 0-1. Надеюсь, эта серия вам понравилась. Она была на самом деле очень драйвовой. С вами был Локи. Поддержите видео лайком. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok